Всем привет! Сегодня у нас очередной ребус. Это фара Subaru Impreza. Она уже разобрана, просто я решил показать, как она выглядит, чтобы вы ее узнали, если у вас такой автомобиль. В чем проблема с этой машиной? Проблема в том, что модуль у нее точно такой же, как на Toyota RAV4, на Nissan X-Trail, он много где ставится. Нам нужно снять отражатель. Чтобы снять модуль, необходимо снять отражатель. Здесь мы его просто выстегиваем. Здесь есть такая проблемка. Есть вот такие вот штуковины, куда вставлялся отражатель. Я пытался разобрать это все очень аккуратненько. Короче, ни хрена у меня не получилось. То есть, все равно вот эта штука, она развалилась вот здесь вот, которая стоит. Вариантов два. Либо напечатать это все на 3D принтере, но любительские принтеры печатают всякой фигней, которая со временем просто превращается в труху. То есть, все эти любительские 3D принтеры, они подходят только для прототипирования, чтобы в руках подержать какую-то модельку. То есть, серьезные вещи из них делать, ну, наверное, не стоит. Сидел, я думал, думал, что с этим можно сделать и придумал такую вещь. Значит, вот этот шарик нам нужно поменять на диаметр 8 мм. Ну, к счастью, у меня такие вот опоры шаровые были. Они ставятся на Mazda CX-7. То есть, в принципе, если вы занимаетесь фарами, у вас дерьмушник должен быть, в котором можно пошвыряться и найти что-то похожее. Дальше вам нужен вот такой набор. Делает его компания Hell. Можете не тормозить видео. Вот этот номерок я в описании к видео сделаю. И там есть вот такая вот штучка. Вот, соответственно, мы обрезаем здесь вот эти вот ушки. Обтачиваем их вот таким вот образом. В фаре сверлится отверстие 12 мм диаметром. И вот эта штука у нас туда вот таким вот образом вкладывается. Вставляется. То есть, тут еще важно, чтобы вот этот шарик, то есть, место излома, то есть, скажем так, некая условная точка, ось, вокруг которой этот отражатель двигается, он туда у нас утоплен. То есть, тут ничего другого не придумаешь. Вот. А сзади я сделал вот такую вот вещь. То есть, то, что у нас просверлена эта штучка, ее вот таким вот образом можно подклинить. Все это дело вот так вставляется сюда шпилька. В общем, в итоге получается вот уже одна фара у нас тут собрана полностью. Ее осталось только отполировать. Вот таким вот образом туда устанавливается вот эта вот фишечка. И фара снова оказывается в строю. То есть, разобрать ее так, чтобы не сломать вот эту хреновину практически невозможно. Ну, вот это вот, в принципе, такой хороший способ, как можно ее починить. Продолжение следует...